Так, ну что, товарищи, приступим к нашему очередному кружку по изучению капитала Маркса. Во-первых, сегодня нельзя не поздравить всех наших слушателей со столетием рабочей крестьянской Красной Армии и не обратить внимание на то, что хотя к концу 80-х годов наша Красная Армия была всех сильней, это так действительно, но тем не менее у Советского Союза нет. И почему? А потому что, в частности, что и капитал не изучали. Добрались мы до третьей игровой капитала, деньги и обращения товаров. Ну и коротко напомним, что товарообмен – это необходимое условие существования некоммунистического общества. И в ходе товарообменов товары обмениваются по их стоимости, по количеству вложенного в них абстрактного труда. Эти формы стоимости, стоимость проходит в ходе своего развития формы, начиная от простой, случайной или единичной, когда один товар обменивается на другой. Причем здесь эти формы стоимости, она не одинакова для обеих сторон товара. Для человека, обменивающего свой товар на другой, его товар находится в относительной форме, а товар, который он хочет приобрести в обмен на свой, в эквивалентный. Затем, по мега развития товарного производства, производитель начинает обменивать свои товары на более широкий круг товаров, и стоимость вступает в развернутую форму или полную, когда его товар X товара A обменивается на Y товара B, или на K товара D, или на Z товара C и так далее. Но это вычет явное неудобство, потому что получается для каждого производителя своя вот эта шкара, и поэтому неминуемо скатывается товарообмен к принятию денежной формы стоимости, которая вначале выступает просто как всеобщая форма стоимости, когда выделяется какой-либо товар, и он становится эквивалентом всех остальных товаров. Со временем этот товар, вначале это были разные товары, но со временем этот товар утвердился как золото. И вот именно золото Маркс и рассматривает в своей граве в качестве денег, в граве деньги и обращения товаров. Ну и вот первый параграф нам дорожит товарищ Вишневкин. Ну я предлагаю ответ построить в виде общения такого, потому что материал довольно сложный, довольно непростой. Ну я взял доклад по тем выводам, к которым я пришел в связи с изучением. Ну Маркс, во-первых, приводит, что денежный товар он принимает за золото. То есть золото необходимо как материал для выражения стоимости товаров. То есть таким образом золото выступает как всеобщая мера стоимости и прежде всего как специфический эквивалент товара, то есть деньги. То есть товары, которые можно обменивать, другие товары. Все товары представляют собой обесчисленно-человеческий труд. Поэтому они созмеримы. То есть в каждом товаре заключен какой-то человеческий труд. И в зависимости от того, больше или меньше затрачено этого человеческого труда при изготовлении этого товара. Ну и тем самым он измеряется. Так, значит, и поэтому цена представляет денежное выражение стоимости товаров. Вот. А что такое цена? Цена – это денежное выражение стоимости товаров. По морозу. То есть это стоимость товаров выраженная в золоте. В деньгах. В деньгах именно. Ну в деньгах, да. Да, в данном случае. А именно деньги представляют собой эквивалент, который обмениваются товары. Да. То есть это можно сказать, что специфический товар. Но не совсем что. Специфический, но товар. Нет, товар просто в данном случае у денег есть несколько, значит, пункций. Правильно? Первое – мы рассматриваем меру стоимости. Да. И как мира стоимости, она подразумевает то, что выникает такое понятие, как цена. И цена? Ну, я что, понятнее было? Ну, что я все? Да, денежное выражение стоимости. Так подумал, как это лучше объяснить? Да, это понятно. Нашел карточки вообще для изучения иностранных языков, да? Они такие детские, но не суть важна. В чем тут хорошо, что они все одинаковые. Вот если мы посмотрим, да, вот тут как нарисованы всякие предметы, да, мы можем понимать их как товары. Но они все, видите, одного размера, да? Вот можно предположить, что то, что потребительная стоимость на них нарисована, а то, что стоимость – это вот, значит, то, что они сравнимы, да? То есть определенное количество одного и другого. И вот это вот большое скопление товаров, значит, вот оно на рынке возникает и вступает в обмен. И в обмен она вступает, чтобы вступить в обмен, ей необходимо выразить себя в деньгах. И в деньгах, как в идеальных, да? Ну, мысленно представляем. Все не необходимо, товарообмен выглядит о деньгах. Ну, так мы сейчас рассматриваем денежный товарообмен, да? Нет, поэтому это не есть, деньги не есть необходимые условия товарообмена. Не товарообмен, а денежного, в данном случае, который подразумевает деньги. Когда мы просто рассматривали, да, мы брали товар А и товар Б, приравнивали их, да, по стоимости, ну, и обменивался он. Товар, товар, да? А теперь нам нужно выразить его в цене. То есть нужно... И нам нужно, а исторически сражилось, что в мере эквивалентный товар появился. Всеобщая форма. Ну, мы сейчас до этого дойдем. Товар, деньги, товар. Мы это уже прошли. Нет, мы еще не дошли. Нет, нет, подождите, это вы... А всеобщая форма стоимости мы уже закончили, что это выделяется, в результате товарообмена выделяется некий товар, которому придается свойство всеобщего эквивалента для удобства. Это были разные вещи, но потом остановились на золоте, и мы здесь рассматриваем золото, так что поэтому не надо отвлекаться вот здесь. Едьте дальше. Так, вот цена представляет собой денежную форму товаров, лишь идеальную форму, но нереальную. То есть, следовательно, свою функцию меры стоимости и деньги выполняют лишь как идеальные деньги. Я не совсем понял, что Маркс под этим подразумевал. Мысленно представляемые люди. Во-первых, он подразумевал, что для того, чтобы осуществлять товарообмен, не обязательно, чтобы эти деньги были вживую. Когда вы что-то там изготавливаете и думаете, продам-ка я его за столько-то денег, не обязательно при этом, чтобы были деньги. Деньги, они существуют как некая мера стоимости, сами по себе, без их реального существования. Особенно это видно сейчас, когда у нас мы имеем дело вообще с представителями денег. Мы денег вообще не видим. Иван Михайлович, я с вами не согласен. В данном случае так нельзя говорить. Деньги должны вступать, так сказать, в обращение. Правильно? Он пишет, что должны, но в уме же все рассчитывается. Не в уме. Смотрите, вот есть у нас деньги, да, как товар всеобщей обмениваемости. Вот это вот. У них есть определенная стоимость, которая приравнивается к стоимости товара. Нет, смотрите, я здесь не то Маркс имел в виду. Цена – это денежная форма стоимости. А стоимость – это вообще идеальное понятие, которое не имеет отношения к товару. Ну потому что это не есть нечто интересное. Есть товар, потребительная стоимость. А стоимость – это его свойство, оно не имеет своего телесного вопрощения. Это количество затраченного труда. Вот у нас одна цена, денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма. Есть нечто отличное от их чувства, воспринимаемое реально телесной формой. Форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении. То есть, стоимость товара, она существует лишь в представлении. Только цена, как денежное выражение, стоимость. Но и стоимость выражения, стоимость товара, она существует лишь в представлении. Иван Михайлович, смотрите, стоимость, она… Стоимость – это затраченный, абстрактный человеческий труд. Ну, затраченный. Когда мы видим вот эту книгу, мы видим книгу, как ее потребительную стоимость. Мы ее можем читать и так далее. А труда здесь мы не видим Мы можем его только представлять Это уже идеальная такая составляющая Которая реально Реально есть книга А труд, который на нее был затрачен Или ее стоимость Вот это именно имеет в виду маркер Подождите, мы эту книгу, правильно Книгу приравняли К холсту Вот, допустим, у нас книга и холст Мы их приравняли То, что это книга и то, что холст Это потребительные стоимости Они качественно отличаются А что у них общего Это то, что у них одинаковая стоимость Это нечто идеальное Это общественное отношение А в общественном отношении есть нечто идеальное Что существует в сознании человека Что такое идеальное Общественное отношение существует объективно Они отражаются в сознании человека Если бы не было сознания То тогда бы и не было Если бы не было сознания, не было бы общественных отношений Естественно, не было Только сознание выросло из общественных отношений Понятно Ну, в данном случае нам надо разобраться, что цена. Вот Марк спишет однозначно, цена или денежная форма товаров. Как вообще их стоимостная форма. Ну, хорошо, может быть здесь стоимость. Это форма стоимости. Если бы нас был бы здесь Виктор Иванович, он бы может поправить, что не стоимость, а стоимостная форма. Хотя, какая стоимостная форма товара, это и есть стоимость. Есть нечто отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесной формы. Реальная телесная форма – это сам товар, это его потребительная стоимость. Это вот реальная телесная форма. А вот это вот реальная форма его… Это деньги, подождите. Мы сейчас говорим не о деньгах даже, а просто вот отлично от их чувства. Следовательно, форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении. То есть, стоимостная форма – это нечто идеальное, существующее лишь в представлении. То есть, его уже нет. Это труда потраченного уже нет. Уже и работник тот может умер, который эту книгу печатал. Но она, так сказать, существует как книга, как потребительная стоимость. А это вот нечто, стоимость ее – это нечто идеальное. Нечто, так сказать, не имеющего реально чувственного вопрощения, как писал Маркс. И в самом начале, где он говорил о формах стоимости в начале игровой, он там писал, что стоимость – это нечто отличное от какой-то там вдовы, которую можно потрогать. Иван Михайлович, ну, возвращайтесь назад, нам же надо понять, что цена и чем она отличается от стоимости. Цена отличается от стоимости тем, что это деньги. Давайте рассуждать, да, вот у нас есть один товар – деньги, правильно? Поверьте, Александр Иванович, это понятно, что цена чем-то отличается от стоимости, раз другое слово у нее. У которого цены нет. Во-первых, цена – это она не отличается, это частный случай стоимости, но имеющий свою специфику. Ну, это стоимость тоже, денежное выражение стоимости. Во, денежное, вы правильно сказали, при обмене товара на товар никакой цены нет. Нет цены. Цены здесь нет, да. А стоимости есть. Денежное выражение стоимости. А вот денежное выражение стоимости есть. Вот у нас есть деньги, есть книга, да? Да, да. Ну, книга и деньги, да? Значит, мы хотим Вот тут у нас есть какая-то потребительная стоимость Которая существует Которая полезна Должна быть покупателю То есть владельцу денег Давайте посмотрим, что Макс говорит Чтобы разобраться с этим идеальным Значит, стоимость железа, хорста, пшеницы И т.д. существует, хотя и невидимо В самих этих вещах Она выражается в их равенстве с золотом В их отношении к золоту В отношении, которое, так сказать, существует Лишь в их голове Лишь в их голове Вот это имеется в виду идеально Ну, все написано Да, тут все написано Хранителю товаров приходится поэтому Одержить им свой язык Или навесить на них бумажные хрыльки Чтобы поведать внешнему миру их цены Бумажные хрыльки тоже материальные А цена изображенная на нем Вот херлык, допустим На нем цена Так как выражение товарных стоимостей Из золоте носит идеальный характер То для этой операции Может быть применимо Также и смысленно представляемое Или идеальное золото То есть там, чтобы выразить цену Нашего товара Нам не обязательно иметь дело С конкретным золотом Каждый товаровладелец знает Что он еще далеко не превратил Свои товары в настоящее золото Если придал их стоимости Форму цены Или мысленно представляемого золота Вот секундочку Он придал стоимости формы цены Кому? Золоту или товару? Он навесил Навесил Придал форму цены товару Товару Стоимости своего товара Товару Форму какую? Деньги Товару, а стоимости своего товара Стоимости своего товара Он что придал? Цену Цену назвал Он назвал цену И цена теперь противостоит Деньгам Да он прямо противостоит Реальным деньгам То есть, вот, подождите, Александр Ильич, вот человек на ших хорста, да? И вот он мысленно представляет себе те горы золота, которые он за этот хорст поручит. И он вешает на свой хорст ярлык, что он стоит столько-то. Вот это вот пока он мысленно представляет это золото. Поэтому оно вот имеет в виду, вот это имеет в виду Марс, когда говорит об идеальном. Ему не нужно ни крупицы реального золота, пишет Марс, для того, чтобы выразить в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Не нужно. Для этого, за свою меру стоимости, деньги выполняют лишь как мысленно представляемые или идеальные деньги. То есть, для того, чтобы назвать цену на свой товар, не надо вообще, так сказать, иметь никаких денег. Для этого надо вот их иметь в мозгу. Нет, не надо. Производителю не надо, но они должны существовать в обществе. Он называет цену, цену своего товара он называет. И эти деньги должны иметь стоимость. Нет, 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 подождите. Вы о деньгах, а я о товаре. О том, что он называет цену своего товара. И для того, чтобы он назвал цену этого товара, никакие реальные деньги не нужны. Деньги тут существуют как идеальные. Как у него в голове некий эквивалент, в соответствии с которым он называет цену своего товара. Вот вам починили там мобильник в этом, с вас тысячу рублей. Вот они назвали, они, так сказать, еще не видят это их денег, ничего. Ну, вот, так сказать, они назвали эту цену. Они прикинули в своем мозгу, сколько это может стоить рубля. Починили не очень удачно. Лучше сделали и пытаются его продать. Ну, пускай сделали и пытаются его продать. Но тут это уже массовая производство. То есть, тут более, так сказать, в обнаженном виде все как отношения между двумя конкретными. Или, скажем, там, бабушка там в деревне самогон, да, сделала, а она бутылку вам дает. То есть, тут вот такие более обнаженные, более конкретные отношения. Вот она себе там прикинула в уме, а сколько это будет в рублях. Хотя зачастую они ничего не прикидывают, это уже цена стоящего. Стоимость у самогона есть? Есть. Стоимость у денег есть? Есть. Отличие какое? То, что самогон, есть потребительная стоимость не для бабушки, а для покупателя этого самогона. Правильно? Бабушка вышла на рынок, выставила цену этого самогона. Ну да. Но только мы сейчас говорим о том, что для того, чтобы выставить цену, не надо иметь денег. В этом смысле вот цена – это нечто идеальное. Да это надо в мозгу иметь выставление. Нет, денег не надо иметь производителю, но деньги нужно иметь покупателю. Покупатель – это другое. Да какой же без производителя покупатель? Без покупателя производитель – это невозможно. Тут это тоже сказано в одном предложении. Хотя функцию меры стоимости выполняют лишь мысленно представляемые деньги, но цена всецело зависит от реального денежного материала. Совершенно верно. То есть, у Маркса все написано на самом деле. Нет, понятно, что все написано. Мы уже обсуждаем, что написано. Стоимость труда, содержащегося, например, в одной тонне железа, выражается в мысленно представляемом количестве денежного товара, содержащем столько же труда. Следовательно, смотря по тому золото, серебро имеет сложную меру стоимости, стоимость тонна железа выражается в совершенно различных ценах. В совершенно различных количествах. Может, Иван Дарс уже? Иван, да, давайте. Вот что тут Маркс вот говорит, когда в двух металлах выражают двойная цена? когда вот два металла используют для Ивана Михайловича. Вы немножко разбиваете, потому что там после цена еще и масштаб цен, да? Ну, это перед этим, перед масштабом еще. Это еще перед масштабом. То, что я говорю, сейчас не сбиваю, Александр Владимирович. Ну, просто чтобы он сам настроился. Уделяет внимание этому аспекту, что когда мерой стоимости выступают два различных товара, то есть, например, как указывает Маркс, серебро либо золото, то цены всех товаров получают два различных выражения. И либо золотые цены, либо серебряные. А при изменении отношения стоимости этих товаров нарушается существующее отношение между ценами этих товаров. Поэтому Маркс приходит к выводу, что мерой стоимости должен быть какой-то один товар всего. Да, вот он пишет, что таким образом доказывается фактически, что двойственность мерой стоимости противовечит ее функции. То есть, конечно, по уму должен быть один товар. Знаете, просто неудобно пересчитывать там каждый раз. Неудобно, но они исторически существуют. Нет, здесь проблема огромная не в том, что трудно пересчитывать, а проблема в том, что между вот этими двумя эквивалентами может меняться соотношение. Да, и это усложняет это пересчитывать. Ну, а, ну вы имеете в виду, что пересчитывать при этом. Да, конечно, всякий раз, причем неминуемо запаздывает и так далее. Да нет, есть стоимость у золота, есть стоимость у серебра, правильно? И они друг к другу там один к пятнадцати, один к десяти. Они же, конечно, непостоянные. И один грамм золота стоит 15 грамм серебра. Но они непостоянные. Вы пришли с 15 граммами серебра и купили, или вы пришли с одним граммом золота и тоже купили. И когда падает цена на серебро, значит, это серебро меняет свое отношение к золоту, наоборот. Это понятно, но это вот создает проблемы, и поэтому функция цены, двойственность функции цены, она, ну, как пишет Маркс, она или сильно затруднена, или невозможна. Так, ну, поехали дальше. По поводу масштаба цены я тут не совсем понял. Да. То есть, в такой момент, что товар, выступающий в меры стоимости, это превращение в деньги обладает в самом масштабе в виде весовых делений. Да, совершенно верно. Дело в том, что вот мы привыкли, что значение денег, оно номинаром их оценивается, на монете там написано 1 рубль, да, значит, это 1 рубль. Но изначально это не штампуется на монетах, а изначально цена – это количество граммов, ну, грубо говоря, золотого песка там. Вот это надо понять. То есть, цена – это не 1 рубль, а цена там, скажем, столько-то… Столько-то… Граммов там. Столько-то граммов. Килограммов там. Вот. И вот это вот, отсюда вот масштаб цен, и тут Маркс указывает, что следует различать. Меру стоимостей – это трудоемкость изготовления, которые, где критерием служат трудоемкость, изготавливать, нарыть, чтобы такое-то количество золота. Меру стоимостей. А масштаб цен – это вес золота. То есть, стоимость золота – это трудоемкость его изготовления, а при масштабе цен служит чисто вес. И вот в этой вот разнице… Вот давайте почитаем. Давайте я расскажу просто проще, можно? Смотрите. Вот то, что стоимость золота… Стоимость золота. И деление этого золота. У нас есть там 10 грамм золота. И мы разбили его на части. 1 грамм золота и 10 грамм золота. При неизменном изменении стоимости золота будут всегда 1 грамм золота и 10 грамм золота. То есть, масштаб цен не зависит от стоимости золота, от стоимости денег. Стоимость денег может расти, может падать, потому что деньги – это товар. А сам масштаб цен, он всегда сохраняется на одном и том же уровне. Потому что масштаб цен – это то, как этот золотой материал нарублен на монеты. Ну, или там слит в слитки. Вот это масштаб. Масштаб цен нужен для того, чтобы эти цены существовали. Товар, который приравнивался к, собственно говоря, к золоту, можно было покупать. То есть, если у вас цена золота падает, то, соответственно, цена товара… Цена золота не может быть. Стоимость, извините. Если золото падает, то цена товара, соответственно, будет расти. Но соотношение от 1 грамма к 10 граммам всё время остаётся… Неизменным. Неизменным. То есть, это количество изменений. То есть, масштаб цен относится к самому золоту. То есть, если золотой рубль подешевел, то от этого в нём количество золотых копеек меньше не стало. То есть, вот Маркс, давайте послушаем, что он пишет. Как мера стоимости, они служат для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, мысленно представляемые количеством золота. А как масштаб цен, они измеряют эти количества золота. Вот, понятно, тоже, что сказал Александр Владимирович. Вот у Маркса. Так, ну дальше поехали. Так, как мера. Да, кстати, вот масштаб цен выполняет свою функцию, тем лучше, чем неизменнее одно и то же количество золота служит из единицы измерения. Мерой стоимости золота может служить лишь потому, что само представляет продукт труда, и следовательно стоимость, потенциально переменную. То есть, стоимость золота, она меняется, но вот лучше бы она была постоянной. Далее Маркс указывает, что вот как мера стоимости, деньги являются как общественное воплощение человеческого труда. Масштаб цен, а масштаб цен, как фиксированный вес металла. Вот тут, видимо, уже сказали. Да. Так, то есть, как мера стоимости, а не деньги служат для того, чтобы превращать стоимости бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемое количество золота. А как масштаб цен, деньги измеряют эти количества золота. Да. Так, ну далее вопрос тут. При изменении стоимости золота не отражается на его функции в качестве масштаба цены. Да. Тоже это, если вы сказали. А как оно отражается? Оно и... То есть, масштаб будет... Просто больше золота нужно будет и все на все. Счетные деньги вы уже скажете. При неизменной стоимости денег общее повышение товарных цен может произойти лишь при том условии, если повышается стоимость товаров. Вот тут Маркс начал... Че-че-че-че? Еще раз. При неизменной стоимости денег общее повышение товарных цен может произойти лишь при том условии, если повышается стоимость товаров. Нет, это имеется в виду все общее повышение и понижение цен. То есть, я тут... Нет, но это вот еще, когда мы рассматривали простую единичную форму стоимости, мы рассматривали, что такое золото, это товар у нас, который имеет свою стоимость в соответствии с количеством затраченного труда. И мы обмениваем его на другой товар. Как между ними вот эти соотношения при обмене? Если у нас трудоемкость какого-то другого товара выросла, то значит мы его, причем выросла не у отдельного какого-то производителя, а в обществе, в силу каких-то там объективных причин. Допустим, там на пшеницу во время засухи трудоемкость выросла. Когда у золота осталась трудоемкость неизменна его добычи, то тогда, естественно, за центнер пшеницы там дают теперь больше золота, нежели раньше. То есть это вот соотношение товаров, оно соотношение их стоимостей, и поэтому, когда стоимость или трудоемкость одного товара меняется, то, соответственно, меняется и количество обмениваемого на него другого товара. Здесь просто надо к золоту подходить как к товару. Еще раз прочитайте эту фразу. При неизменной стоимости денег... То есть трудоемкость золота осталась той же. А что там? Общее повышение товарных цен может произойти лишь при том условии, если повышается стоимость товаров. Да, то есть всеобщее повышение цен. Вот представьте себе, на все товары вдруг увеличилась трудоемкость их производства. А на золото осталось старый. То есть, чтобы золото намыть, столько же труда надо. А там пшеницу, там сапоги шить, на все это трудоемкость вдруг выросла. Ну, там скот там упал. Скорее нам проще сказать наоборот. Упала. Цена золота просто упала. Ну, а можно и так сказать, что там появились драги механические. Не цена золота, опять же, Оксана Владимирович, а трудоемкость добычи. Стоимость золота, стоимость. Стоимость золота упала. Вот. И тогда, так сказать, точно так же все цены выросли. Вот золото, кстати, цены, вот именно цены нет. А тут написано у Марса, деньги не имеют цены, да. Почему не имеют цены? Рисовать читко всрух. Да, читко всрух. Нет, деньги не имеют цены, потому что они деньги уже. Не надо приравнивать самого сами себя к деньгам. Они сами к себе приравниваются, да. Товар приравнивается, это и есть цена. Совершенно верно. Да, ну вот и в заключении, тут указывается, что мера именно стоимости, то есть, мера – это же диалектическая категория, то есть, и в мере стоимости тоже должно быть и качество, и количество. И я понял так, что Маркс рассматривает противоречия в качестве и количестве в мире. Количество и несовпадение. Да, но перед этим тут можно еще несколько интересных фактов привести, в частности, что как тут государи занимались фальсификацией денег. То есть, и в результате этого, если даже вот фунт стердингов, когда-то это был фунт серебра, сейчас понятная идея, что фунт серебра стоит сколько-то там фунтов стердингов. Как это непродоксально звучит, это самое, ну это уже, так сказать, там… Мы просто пропустили счетные деньги, есть название денег, да, вот рубль, да, то есть фунт стердингов. Фунт стердингов – это сколько там, фунт серебра был изначально. Потом, когда он стал выражаться в золоте, возникло несовпадение в названии и в весе металла, поэтому… Это не в том дело, что название золота… Вот эти деньги стали счетными, они именно как бы в своей стоимости уже не имеют, а выполняют, имеют, но их названия денежные не совпадают с мерами веса. Аксанал, здесь дело не в том, что было серебро выбора золота, а все монеты, даже из-за ротея, вон тут Марс тут приводит… Один, как пример, фальсификация. В это самое, что в ходе истории, там португальская монета, она чего-то в тысячи раз меньше, чем своя, чем изначально была. Название веса. Тут три пункта указано у него, может их перечислить? Давайте. Только как-то своим словом сможете? Да, можно, можно, если свои слова, можно не вверх и зачитать, если… Может, Иван, нет? Ну, давайте. Инициатива. Ну, ты сказал, говорите. Ну, причины, почему произошло историческое расхождение названий веса металла и… Да, да, да. Количество металла. Введение иностранных денег. Первое – это введение иностранных денег у народов, находящихся на сравнительно низких ступенях. Ну, короче говоря, тут суть в том, что название денег одного народа приходит к другому, и они, в принципе, может, уже не отдают отчет себе в том, что название этих денег – это, в общем-то… Они не совпадают с весом. Она обозначает вес. Они это не на их языке, они не понимают. Это уже как-то политические знаки, как говорил Макс. Да. Это уже обозначенное понятие. Это просто какое-то название, не означающее вес, и поэтому легко это все перестает совпадать. Название веса и количество соответствующего металла. Второе – это то, что вы уже говорили, а, или не говорили, то, что один благородный металл вытесняет в этом плане денег, другой металл. Обычно это более дорогой вытесняет металл более дешевый. Например, золото вытесняет серебро. Им удобнее пользоваться. Ну, просто изначально было медь, потом его вытеснило серебро, потом серебро вытеснило золото. И, соответственно, вот как был фунт стерлингов, это серебра, а потом, если деньгами стало золото, то, соответственно, уже это и не фунт. Хотя продолжает называться фунт, но по весу это не фунт золота, а там что, 1,15, по-моему, да? Да. И третье – это то, что вы сказали уже про фальсификацию. Понятно, что государям вопрос стоит, им начеканить из реально фунт, будет действительно фунтом серебра, или ему так не делать, а взять и меньше туда серебра, может быть, сплав какой-то сделать, или просто монету меньше. А остальное у него будет лежать, он, глядишь, там с кем-то в другом месте рассчитается этим серебром запасом, а не будет чеканить из них монеты. А он начеканит, а у него в хранилищах не останется серебра, ему зачем это надо? А так он еще где-нибудь рассчитается ими. И у него вроде как фунтов-то и больше. Вот. Да. Давайте дальше, что у нас там. Ну, вот я не обратил внимания, посчитал, что… Ну, тут… Смотрите, дальше у нас количество несовпадений и величины и стоимости мы рассмотрели, и качественные несовпадения. Ну, так это вот на этом можно потоптаться, потому что мы вот говорили, что еще при простом обмене, в конкретном случае именовая стоимость может не совпадать со стоимостью товаров. входящих обстоятельств, и тут Маркс об этом пишет, и при этом возможно отхранение цены от реальной стоимости, то есть трудозатратное изготовление вещи. Да, это процесс такой, который возникает, вот я вас надул, грубо говоря, или вот как государь фальсифицировал, да? Это же то же самое. Здесь зависит от потребности, вот скажем, там, опять же, вот душа горит, вот самогон. Да, душа горит, да, и от сюда же вытекает качественное изменение, то есть продается то, что не является ценой. Совесть, честь, взятое, качество. Это, так сказать, цена есть, а стоимости никакой нет. Уже пошли немножко дальше, да. Что цена, так сказать, здесь вещи, которые сами по себе не являются товарами, например, совесть, честь и так далее, могут стать для своих владельцев предметом продажи и таким образом, благодаря своей цене, приобрести товарную форму, хотя мы говорим о том, что товар это обязательно вещь должна быть. Следовательно, они могут формально иметь цену, не имея стоимости. То есть цену они имеют, а стоимости нет, потому что стоимостью может обладать только вещь. И что же мы видим? Выражение цены является здесь мнимым. Как известные величины в математике. И вот дальше такое. С другой стороны, мнимая форма цены, например, цена не подвергавшейся обработке Земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овесюстлен человеческий труд, может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него. Вот что вот под этим мы имеем в виду Марс, как вот вы понимаете? Вы понимаете то, что Землю, в отличие от совести, можно использовать для производства стоимости. Землю просто он использовал в этом же ряду здесь это самое. Ну, то, что мнимое, мы только что разобрали. То, что стоимости не может иметь по определению. То, что не является вещью. Да, и цена, то есть неопродвигавшейся обработки Земли тоже не имеет стоимости. Нет, она в потенциале стоимости имеет, потому что она может быть подвергнута обработке. И тогда, как говорится, к ней должен быть приложен труд, и она даст какие-то там всходы. И если там в какой-то ситуации вы честь и совесть пруды, это тоже может быть. Нет, а вот честь и совесть, это вот никакой стоимости не получится. А вот к Земле можно труд приложить. У нее вот видится, что здесь немножечко другое. Ну, давайте мы это потом рассмотрим. Ну, как потом? Потому что сейчас мы уже это все уже смотрим. Потому что на самом деле, вот, вы покупаете участок Земли, да, он не обработанный, ничего. Но его надо было каким-то образом застарбить. Кто-то до вас его застарбил. До него надо было добраться. Его надо было как-то юридически оформить в собственность. То есть, это какие-то трудозатраты на него были. Ведь вы, вот скажем, Земля, да, лежит. Ну, а так вы бы просто взяли бы, ее бы сами застарбили. Не стали бы тогда покупать. Но раз вы покупаете этот участок Земли, а не сами старбите где-то рядом, значит, какой-то труд в него уже вложит. Значит, какая-то стоимость. Самое главное, что ее надо отжать у кого-то. Это самое главное. Отжать – это не труд. Как это? Ну, так-то. Это затраты. Нет. Нервной энергии, нервных и… Отжатие – это распределение. Нервных и физических. Отжатие – распределение. Затрата нервных и физических. А труд – это изменение вещества природы. Да, если вы пошли кому-то по морде дали и забрали у него чего-либо, в том числе и Землю, это не труд. Это распределение. Естественно, распределение без производства не существует. Чтобы чего-то отжать, нужно что-то произвести. Вот. Так вот, то есть, поэтому здесь вот и имеется в виду именно вот это вот, чтобы из кого-то выудить ум, честь совесть, для этого тоже надо затратить некие потенции. Свою рабочую силу. Вскоре не буду. Свою рабочую силу. Ну, мне кажется, что вот так. Хотя, может быть. Я не буду говорить. Вот здесь выражение цены здесь является мнимым. Это понятно, как величина в математике. А вот мнимая форма цены может скрывать… То есть, может скрывать в себе не обязательно, но может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него. Вот что здесь и имею в виду Маркс, вот этому может Виктор Ивановича попытаться на следующем занятии. Ну, в принципе, мы все рассмотрели. Если мы заглянем в конец, как нас учит Михаил Васильевич, по пунктам посмотрим этот параграф, то мы все подпункты рассмотрели. Чтобы надели выступить, товар должен совлечь себя с натуральной упроти, чтобы надели выступить в качестве миновой стоимости, товар должен соблюдать в себя свою натуральную упроти, превратиться из мысленного представляемого зобота, в зоботе действительное. Ну, ладно, будем считать, что как-то мы его… Если бы владелец железа столкнулся с владельцем какого-либо элегантного товара и сказал ему, что цена железа уже есть денежная форма, то ему ответили бы, как Святой Петр в небесах отвечает Данте, изражившего перед ним сущность веры. Ну, или чем везьяне, испытанные монетой веса справ, но есть ли у тебя она в кармане? То есть, если у вас железо и вы пытаетесь его кому-то втюхать в качестве эквивалента, то вам скажут, давай золото. Форма цены предполагает отчуждаемость товаров деньги и необходимость такого отчуждения. С другой стороны, золото функционирует как идеальная мера стоимости только потому, что оно уже обращается как денежный товар в миновом процессе. В идеальной мере стоимостей скрывается таким образом звонкая монета. То есть, за вот этими идеальными представлениями, как совершенно верно говорит Александр Владимирович, скрывается действительно звонкая монета. Ну, давайте теперь средства обращения. Давайте средства обращения. Вторая функция у нас – средства обращения. Второй парад. Рубль-то называется, потому что рубили. Рубль-то. А что рубили? Я что-то слышал, что вроде… Рубили серебро. А это гривна называлась или нет? Проволоку рубили. Кто рубил? Вроде как вот эта большая называлась гривна, а ее рубили, получается. Давайте узнаем это похоже. Я не помню, что там рубили. Может быть, это историческое. Да, давайте так. Значит, второе – это средства обращения. И средства обращения, если мы возьмем два товара, да, и просто, как мы рассматривали, обмен. Мы меняли товар на товар, приравнивали их по стоимостям, ну, точнее, приравнивались они, и происходил обмен. А вот чтобы происходил обмен посредством денег, да, то должен происходить метаморфоз. Метаморфоз – это смена формы товара. Значит, у нас есть товар А и товар Б. Вот. И есть два товара владельца. Допустим, вы и вы. Да, вот у вас там книги, стулья, не суть важна. Они приравнены по стоимости. Вы должны их обменять. Чтобы обменять их, вы должны совершить, значит, куплю и продажу. То есть Т, Д, Т. Весь ваш обмен будет заключаться товар, деньги, товар. И он разделяется на два вида. Допустим, вот у вас. Товар, деньги. Это называется товар, деньги, продажи. Правильно? Правильно. Второе. Купля. Купля. Деньги, товар. Это купля. Для того, чтобы продать что-нибудь не нужно, им надо купить что-нибудь. Наоборот. То есть сначала продажи, а потом купля. Эти два процесса, они взаимосвязаны. Они не существуют один от другого. Невозможно. Чтобы что-то продать, вот я почему сказал вот это вот, как спростоквашено. Хотели купить корову, а денег не было. Значит, надо что-то продать, чтобы получить деньги. По-другому никак. Единственный способ это, когда деньги непосредственно добываются из земли, то есть производятся. Вот там ничего продавать не надо. Там деньги возникают уже, входит в процесс обращения непосредственно от производителя. Во всех остальных случаях, все товаропроизводители должны совершить вот этот вот метаморфоз. Сначала должны совершить продажу, но эта продажа будет в свою очередь являться куплей для второго агента. То есть для вас это продажа, да? А для вас купля. Что происходит с товаром в этот момент? В этот момент товар из своей потребительной стоимости, форма товара физическая, она превращается в денежную форму, овесчисляется в деньгах. Стоимость товара овесчисляется в деньгах. И чтобы совершился обратный переход к окончании этого обмена, чтобы вы вообще обменялись, вы должны, значит, продать это кому-то третьему, то есть мне, я должен, как владелец денег, купить у вас книгу, точнее наоборот, вы должны, значит, вот так вот должны быть, вы должны купить у меня, значит, смотрите, должны быть деньги, то есть вы обменяться без денег, стулья на эти самые, на книги не можете, правильно? Вы должны обменять их посредством денег. То есть у кого-то из вас должны возникнуть деньги, чтобы их получить, вы должны с владельцем денег обменяться. То есть вот первый, значит, процесс – это продажа, второй процесс – это купли. У нас, Александр Александрович, здесь можно эти искусственные примеры не применять. В советские времена нельзя было продавать и покупать государственные квартиры, поэтому в советские времена их обменивали. Меняю квартиру там-то на квартиру там-то, и происходил прямой обмен квартирами. А сейчас обменять квартиры нельзя. По закону. По закону. Да и не, а зачем? А я не хочу кормить всяких. Там вот я хочу вот Сергея Викторовича там, где он может им подарить или нравится. Я так сказать, ну а осуществить обмен, чтобы Сергей Викторович ехал в мою квартиру и там на законных основаниях, как ее владелец проживал, а я бы въехал в его квартиру и там на законных основаниях, как владелец проживал, нельзя. Мы можем только лишь через куплю-продажу. Вот, то есть, вот это вот пример, так сказать, который не из, не искусственного, а вот он, так сказать, из жизни. А раньше можно про квартиру на квартиру обменять и все. Нет, вот, Иван Михайлович, у вас примеры, вы все берете какие-то примеры, которые… Какие-то? Исторические, исторические. Никто квартиру на квартиру, естественно, не обменил. Как-то никто не квартиру на квартиру не обменил. Исторически, потому что не было квартир, когда возник товарообмен. А, ну там товарообмена не было Там школьки одного на зубы Мамонта обменивали Одно племя на другое Я согласен в том, что квартиры В те годы не были товарами Номинально, то есть мы там Проживали в государственных квартирах Но фактически Мы этими квартирами распоряжались Поэтому этот пример не так уж не корректен Потому что квартира, хотя она очислилась Государственная, но она была практически Ну а как мы там проживали Мы же про товарное Про товарное, да Ну это вполне здесь можно квартир рассматривать Ну хорошо, давайте квартир рассматривать Не суть важна, что именно рассматривает То есть товар А и товар В И при денежном обращении невозможно Без денег совершить этот обмен Возможно, но люди просто идут Через денежную форму, потому что так удобнее Ну кто может запретить нам обменять Я сейчас достану смартфон и обменяю На ваш капитана Маркса, и кто нам запретит Запретить нам никто не запретит Это естественно. Где невозможно, а неудобно. Да неудобно, практически неосуществимо. Потому что вы в данном случае, мы же имеем в виду, как частные собственники, производители товара, вы производите, грубо говоря, вы книгопечатник, печатаете эти книги десятками и сотнями, а вы производите стулья десятками и сотнями. Вы сразу выходите в сферу обращения и продаете большое количество этих стульев, которые потом обмениваете на нужную вам потребительную стоимость посредством денег. Александр Ильич, вы хотите сказать, что в развитом товарном производстве товар по определению – это продукт, произведенный для обмена. Конечно, это даже не то, что в развитом, это уже как в развитом, но это на самых ранних стадиях возникло развитого товарного обмена. Это на ранних стадиях можно было говорить о том, что товар – это продукт, поступивший в обращение через обмен. Например, вы могли что-то делать для себя, а потом, так сказать, продать. Поступившее в обращение через обмен – это более слабое определение товара. Да, согласен. А более сильное, конечно, произведенный для обмена. В этом смысле, да. Поэтому создается такая ситуация, когда в большом, значит, у нас сразу владелец товара продает свой товар в больших количествах, массой какой-то, а потом покупает небольшое количество товаров, нужных ему как потребительной стоимости. То есть, он выставляет сначала стоимость потребительную не для себя, да, продает ее, да, обменивает ее на деньги, а потом покупает, соответственно, нужные ему вещи. И возникает большое количество вот этих обменов. Это огромная, ну, масса, которая не поддается никакому, понятно, там, прослеживанию. Это первое. Второе – употребительная стоимость, да, этого товара в денежном товаре, она как бы исчезает. Во-первых, товар, когда мы совершили обмен, он из нас из сферы обращения уходит и остается в сфере потребления. Вот вы употребили этот товар, и все, его нету. А в сфере обращения у нас постоянно крутится один товар, это деньги. Он даже не крутится, он все время удаляется от пункта своего этого самого. Опять же, исторически, в 90-е годы Бахтер был очень разведен. И мне зазил 131. У вас, Иван Михайлович, исторически, это 90-е годы, потому что вы их видели так. Мне зазил 131, и вы придрогали 7 кожаных курток хороших. Я отказался, о чем жалею до сих пор. А зазил-то куда дели потом? Зазил-то вообще ваш либо уззил? Давайте. По генеральной доверенности. Значит, что мы можем тут выделить? Во-первых, два противоположных метаморфоза. Две смены формы. Наталья, все-таки послушайте здесь от Маркса немножечко. Это не противоречит тому, что говорит Александр Галинин. Пожалуйста. Для четкости. Процесс обмена порождает раздвоение товара на товары деньги. Внешнюю противоположность. То есть, внешняя противоположность, в которой товары выражают им имманентную им, то есть, присущую неотрывно противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. То есть, потребительная стоимость товара и стоимость – это противоположные моменты в товаре. В этой противоположности товары, как потребительная стоимость, противостоят деньгам, как миновой стоимости. То есть, миновая стоимость или стоимость – здесь деньги. А товары, как потребительная стоимость, они противостоят деньгам. Вместе с тем, та и другая сторона этой противоположности есть товар. И деньги – товар, и наш товар – товар. То есть единство потребительной стоимости и стоимости. Единство, то есть противоположно. Ну, это нормально все, для диалектика все привычно. Но это единство различий на каждом из двух полюсов представлено противоположно. А потому оно выражает вместе с тем их взаимоотношения. Товар реально есть потребительная стоимость. Его стоимостное бытие лишь идеально проявляется в цене, выражающей его отношение к золоту, которое противостоит ему, как реальный образ его стоимости. То есть золото, вот как оно есть, это реальный образ стоимости товара. А наоборот, вещество золота, вещество его, играет роль лишь в материализации стоимости, то есть денег. Поэтому золото реально есть миновая стоимость. Его потребительная стоимость пока лишь идеально обнаруживается в ряде относительных выражений стоимости. То есть у золота, как у денег, получается наоборот, что у него потребительная стоимость. Пока лишь идеально обнаруживается в ряде относительных выражений стоимости. При помощи которых оно относится к противостоящим ему товарам, как к совокупности своих реальных потребительных форм. То есть, деньги, вот рубли, они потребительной стоимости никакой не умеют. Ну, что такое рубль? От него разве что там это для растопки используют или еще как-то. Его потребительная стоимость служит миновой стоимость. Да. Вот, совершенно верно. Вот. А проявляется эта потребительная стоимость в противостоящих товарах, как совокупности реальных потребительных форм. Эти противоположные формы товаров представляют собой действительные формы их движения в процессе обмена. Вот это вот. Вот. Это вот, что касается раздвоения товара на потребительную стоимость и стоимость реализации этого раздвоения в денежном товарообороте. Значит, так что вот мы… То есть, стоимость у нас переносится посредством денег. То есть, товар… Который служит мерой стоимости. У которого есть стоимость, да. В цене, выражается в цене, то есть, производитель этого товара, Собственник этого товара, выносит его на рынок, там это обменивается. Он, получается, теперь владельцем денег является. В этих деньгах уже всякая потребительная стоимость товара, она не видна, она исчезла, да. Но стоимость перенеслась вот сюда, в деньги. Поэтому там деньги не пахнут, да, и навоз может быть деньгами, но это не значит… Ну, навоз не деньги, но и деньги могут иметь, так сказать, навоз может становиться деньгами, но это значит, что навоз является деньгами. Время наше истекает, оно… Ну, как стекает, еще две минутки у нас есть, но придется на следующий раз это перенести. На следующий раз, конечно, перенести. Там у нас самое пошло интересное, то есть, скорость обращения, сколько нужно денег… Да, 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 вот это актуальные моменты. Почему, собственно говоря, у нас наши, так сказать, буржуазные политики вешают нам всякую лапшу на уши про то, что у вас будет больше денег в экономике, и все цены взлетят. И это самое, и вот хотел бы обратить внимание, вот еще раз, на то, что Маркс говорил, что невозможно в парне понять капитана Маркса без… Не Маркс, а Ленин говорил, что невозможно в парне понять капитана Маркса в течение науки Ровики Гегеля, потому что многие вещи, лежащие на поверхности, они совсем не такие, как они есть в их сущности внутри. И в частности, вот сейчас вот мы здесь в качестве примера использовали якобы деньги, но это же не деньги. Почему? Это, кстати, деньги, это не якобы деньги, это настоящие российские рубли, которые якобы… Настоящие, не настоящие, не грамма золота в них нет. Да, золота в них нет, они являются средством обращения, как средство обращения. Это монеты. Это монеты, мы не дошли до этого. Это не золотые монеты, мы дойдем до золотых монет. Да, подождите, да, мы, конечно, мы якобы изображали их золотыми монетами, действительно, не золотые монеты. Это не золотые монеты. Но, как потом будет выяснится, для средства обращения вообще не обязательно, чтобы монета была золотая. Это представители денег точно такие же, как и бумажные ассигнации. Никакой разницы с этой точки зрения между монетой и бумажной ассигнацией нет. Я понял, в этом смысле, конечно, нет. Ассигнации вообще из монет возникают. О монетах мы будем говорить, как о золотых монетах. Но это мы будем говорить, может, даже не в следующий раз. Как не в следующий раз? Ну, не знаю, доживем до монет, не доживем. Я думаю, что живем. Давайте сложные темы. Начнем с этого места, со второго пункта и дойдем. Со второго, со средства обращения начнем и пойдем потихонечку. Хорошо, когда у нас? Ну, через две недели, как бы. Может, через недельку попробуем? Нет, не надо через неделю. Не получится его? Не получится. Не надо гнать здесь, куда мы гоним. Лучше внимательнее читать. Мы никуда не гоним. Да нет, ну что, мы, я надеюсь, это все перечитали. Читали этот Маркс, можно читать бесконечно. Копейка, почему копейка называют? Потому что на ней человек с копьем был изображен. А это не Георгий Победонос? Георгий Победонос. Да, это человек с копьем. В ближайшем рассмотрении человек с копьем оказался Георгий Победоносцем. Да, 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 совершенно вы правы. Но важно оказалось не то, что он Георгий Победоносцем. Но, кстати, вот в этих наших русских этих деньгах совершенно отсутствуют понятия весовые какие-то. Вот этот рубль их рубить. Ну, почему рубль? Рубль-то как раз вот и... Такой рубль, так, такой рубить, такой рубить, такой торчиной, такой торчиной. Что означает в переводе? Не знаю. Ну, это не только в русских, я думаю, просто Марк соберет английские деньги, поэтому у него фунт – это фунт. Ну, как, например, это франк, я что-то не знаю, марка тоже как-то, это разве весовое? А Марка чего-то не от какой-то единицы земли? Да, Марк, да, у него такой в Германии. Это типа там... Доллар – это таллер. Да. Ну, на американские манеры. А таллер – это что? А таллер – это золотая, ну, средневековая монета. Ну, монета, а что это? Германия на болтовую сумму. Слово-то что означает? Это весовая? Таллер? Ну, надо поковыряться, поискать в Википедии и посмотреть, откуда произошел таллер. Это да, это вот так сказать, ну, это, так сказать, интересно, но это... Деньги уходят, деньги уже заменяются знаниями о деньгах, даже не представителями денег, а знаниями о деньгах. Иван Михайлович, деньги никуда не могут уйти, в товарная экономика без денег невозможно. Они, я имею в виду, избытые из обихода, они есть там где-то, но мы их не видим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...